Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш великолепный курс, в котором мы разбираем тексты Торы и молитв. И по вашим просьбам мы можем разобрать и другие тексты, желательно известные, ну, например, какие-то песенки. И курс наш идет уже третий цикл. Я рассказываю для тех, кто к нам присоединился или слушает нас первый раз в записи. Есть архив наших лекций. Начался курс с того, что я познакомил вас с буквами, огласовками, правилами чтения. И мы постепенно разбираем, ну, в основном, как правило, как правило, на каждом занятии мы разбираем один из параграфов недельной годовой. Но поскольку курс идет уже несколько лет, то нам приходится выбирать. Например, в этот раз мы прочитали вчера, в субботу, недельную главу Ваихи. И это последний раздел книги Брэйшит. И разобранный оказался только один параграф. Из неразобранных я выбрал параграф номер «Нун». Пятидесятый параграф – это самый последний параграф книги Брэйшит. И мы с вами сегодня дочитаем книгу Брэйшит до конца. И, как принято, мы можем воскликнуть «Хазак, Хазак, Венит, Хазак». Вот так. Еще одно маленькое замечание. Я для себя отмечаю некоторые слова, по поводу которых я могу что-то сказать, что-то дополнить. Желтым фоном и те слова, которые выделены зеленым фоном, записаны в отдельный файл, который называется «Словарь». Как правило, в пятницу или, может быть, иногда в воскресенье утром. Я ставлю эти оба файла, то есть вот текст, который вы видите, и файл «Словарь». Я ставлю в нашу группу в Телеграм. Так, да, 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 да. Значит, отдельное спасибо. Так, так. Да, значит, рад приветствовать наших новых участников. Добрый вечер. Да, спасибо. Мы делаем вот как. Мы по очереди читаем, я обычно начинаю, по одной фразе. Тот, кто может прочитать, милости просим. Тот, кто может попытаться разобрать, я всегда готов помочь. Еще лучше. Тот, кто включает микрофон, это знак того, что он готов участвовать. Анна у нас администратор, она распределяет очереди. Вот, и, естественно, если есть какие-то там поправки или есть что-то особенное, что надо учесть, я пытаюсь помочь. Вот, а если микрофон выключен, это значит, вы слушаете. Наибольшую пользу наш курс дает тем, кто умеет читать, ну, более или менее бегло. И основные такие, скажем так, разговорные слова знает. Например, тот, кто живет в Израиле, ну, скажем, несколько месяцев или несколько лет, он легко вливается, но те слова, которые специфичны для танахического иврита, или те обороты, я, конечно же, разбираю. Теперь тот, кто не умеет читать, либо стесняется, а стесняться тут, в общем-то, нечему, и просто следит за чтением, для него тоже есть определенная польза. Тоже достаточно большая. Итак, мы начинаем. Перек Нун из книги Берешит с пасука самого первого Алиф. Ваиполь Йосеф, альпней авив, ваевк алав, ваишак ло. И упал, или пал Йосеф, на лицо отца своего и плакал, корень здесь бет-хаф-эй, да, но здесь используется краткая форма, где эй выпадает. И обратите внимание, что в танахе есть такая буква каф-софит с дагешем. Мы в современном иврите, конечно же, использовали бы хаф-софит. То есть это слово было бы, имело бы вид ва-гив-ка, или более точно, в соответствии с грамматикой современным у-ва-ха. Так, и плакал буквально на нем, или плакал о нем, ваишак ло, и целовал его. Вот мы разобрали первую фразу. Теперь фраза бет, я поручаю ее Анне, а дальше она распределяет очередность. Прошу вас, Анна. Так, меня слышно? Да, я слышу вас. Так, хорошо. Вайтсав Йосеф, эт аров им, лохонот, эт авив, ваяханту, аров им, эт Исраэль. Да, здесь есть новое слово. Вы бы только выделяли бы текст, будем, курсором. Елена, Елена всегда просит, чтобы... Правильно, многим это помогает. Да-да-да, я постараюсь следить. Спасибо, спасибо, будет очень удобно. Хорошо, хорошо, я постараюсь, да. Так, и приказал Йосеф рабам своим, врачевателям, видимо, врачам. Да, врачевателям. Но лохонот, это лохонот, это в данном случае бальзамировать. Бальзамировать. И набальзамировали врачи Исраэля, ну, Якова Исраэля. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот это слово вполне современное. Рофе, орфуа, медицина. Труфа, почему-то пишется без алиф. Это лекарство. Обратите внимание на букву алиф. Если написать неправильно, рофе с буквой гей, это будет другой корень. Лерапот, это ослаблять, стоит делать более слабым. То есть, противоположное. Такое, такое бывает. Спасибо, Анна. Все очень здорово. Гиммель, пожалуйста, наверное, Тимофей. Да, Тимофей. У нас сегодня, слава Богу, Тимофей. Да, давайте я. Да, давайте я. Здорово, приветствую вас. Взаимно. Гиммель. Пробуем переводить. Исполнилось ему 40 дней, потому что так исполняются дни бальзамирования. Совершенно. Гиммель Ханутим. И оплакивал его Египет 70 дней. 70 дней, совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Все очень здорово. Пожалуйста, Далят, чей? Так, Людмила у нас теперь. Людмила. Совершенно верно. И перешли, прошли дни... Бехи-то, бехи, это плач. Бехи-то, плача, буквально. Плача, его оплакивание. Да. И работал, и говорил, и говорил, Иосиф, дома фараона. Так, если нашел милость в глазах ваших... Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Скажите... Пожалуйста. Просьба. На эту просьбу. Говорите. Бехи-то, най. В уши, поро. Так. Да, говорите так. Спасибо, спасибо, Людмила. Да, все правильно. Так. Гей, кто у нас... Слушай, у нас шушь теперь. Шуша, прекрасно. Хорошо. Пробуем тут, что сложное. Аби. Шушь, би, а-ни. Шушь, би, а-ни. Шушь, би, а-ни. Ломар. Хина. Лемор. Лемор. Хина. Анухи. Мэт. Бе. Крав... Бе. Бе. Кивари. Диага, бе, запятая по-русским правилам, да? Запятая. Бе, киври, да? Эш. Бе, киври. Ашер. Да. Карите, лі, бе, арц. Кнаан. Шама тигберни в ата гээлэ на ва игбара эт ави ашуба. Ва ашуба, ва ашуба. Интересно. Так, что вы можете сделать? Да, остаются интересные, но сложные фразы. Да. Ави, мой отец. Это говорит инсерф дому фараона, да? Да. Ишби ани, ишби я, это взял клятву, заклял. Ни, это меня. Отец заклял. Заклял меня, говоря или сказав. Так, вот я умер, да? Или умираю? Умираю, да. Вот я умираю. Так. Бекабри. Бекиври кевер. Могила. Созохранение. Да. Бекиври в могиле. Моей. Внимание. Вот это редкое слово. Карите буквально я выкопал. Есть интересный комментарий Раши. Можете посмотреть в файле. Вот, если есть желание, я могу зачитать. Но пока мы продолжаем переводить. Значит, которую я вырыл, да? Ли. Ну, как себе. Ну. Как можно сказать, в земле к наан. Да. Сама. Это что, положить? Шама. Там, там. Нет, просто там. Шама. Тикберни, не знаю. Тикберни, похорони меня. Похорони меня и тогда. Как это? А сейчас, да. А сейчас? Это просьба. Подниму. Это подниматься? Да, да, да. Поднимусь, пожалуйста. Я поднимусь, я, пожалуйста. То есть, разреши мне, пожалуйста, подняться. Так. Это уже Иосиф говорит, ну, фараону передайте. Я пойду, папу похороню. Попросите фараона, чтобы он не разрешил пойти похоронить отца. Да, да, да. А вот это похоронить моего отца. Да, так. Хороню я ЭТ-АВИ. И что? И ШУБА. Да, да. ЛАШУВ. Вернуться. И я вернусь. Вернусь. И я вернусь. Да, да, да. Слушай, большое спасибо. Замечательно. Так, у нас Марина еще есть кто-то, кто у нас читает. Марина прекрасна. Мы всегда рады. Вайомер, паро. Але укворь ЭТ-АВИХА, КАШЕР ГИШБЕЙХА. ГИШБЕЙХА, да. И сказал паром, паром, поднимись и похорони отца твоего, как он сказал, ну, заклял тебя. Как он заклял, да, как он взял себе клятву. Да, да, спасибо, Марина. Все замечательно. Так, у нас еще есть несколько человек, кто из них, может быть, хочет почитать. Тамара, Александра, Тамара, Александра и еще кто-то хочет почитать, пожалуйста. Вы видите микрофоны? У меня что-то. Я пока у всех выключена, я не знаю. Выключены микрофоны. Руку поднимите. Да, да, да. Если будет желание, да, кому-то. Так, вот посмотрите, последняя у меня Тамара. Я просто не вижу значка микрофона. Я вообще не вижу. Тамара, мы с вами? У вас есть желание поучаствовать активно? Нет, мы не видим. Хорошо, хорошо. Так, тогда, значит, заново начинаем новый цикл. Снова читаю я. Так, на повею семье Заян, очевидно, да? Да, после того, как Фараон сказал, иди и похороня отца. Вот сейчас. Да, понятно. Я читаю по Зубзай. И поднялся Юсеф. Ну, любое перемещение из Митцраема, из Египта, а тем более в сторону Эрец-Исраэль, да, называется Алия, поднятие. Похоронить отца его и поднялись с ним, и то это значит с ним, все рабы фараона, старцы дома его, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. То есть мы видим, что не только евреи, но и, уважаемые египтяне, в знак почета в отношении Исраэля, якобы. Так, теперь, хэт, пожалуйста, Анна. И весь дом Юсефа, имеется в виду, с ним вместе отправился, и братьеву, и дом отца его, но имеется в виду, к услуге домочадцев, все родственники. Только детей маленьких и скот, скот крупный, мелкий и крупный остался, оставили они в земле Гошин. Да, совершенно верно, да. Тапам от слова таф, младенцы. Цон нам, цон, это мелкий рогатый скот. Вакар, вакар, крупный рогатый скот, да, да, спасибо. Земля Гошин, да, это место, где Ам-Исраэль, в общем-то, как бы получил поселение. Так, тэт, как раз Тимофей. Да. Да. Тэт. Ваяль иму гам рэхэв гам парашим ваеги амахане кавэт меот. Угу. И поднялись с ним, как колесницы, всадники. Рэхэв это всадники, а парашам, да. А рэхэв это как раз, да, колесницы, да, а парашам, парашим это всадники, да. Да. И был лагерь тяжелым очень. Тяжелым очень, имеется в виду уважаемым и большим, да, в знак почета. Спасибо, Тимофей, все точно. Так. Юд. Юд, мило. Вайявоу ад горен аатад ашэр бэээвэр аэрдэн вээиспэдуша. Да. Можно вот эту штучку так не водить? Она меня немножко сбивает. Хорошо, хорошо, да. Миспэд гаргадоль вээкавэд мэод вэяас лэавив эвэль шиват ямим. И пришли... Да. Горен это перевод гумно, да, правильно? И пришли на гумно... Да, это очевидно название, да. Которая... Которая... Бээвер, переход на другой стороне. На другой стороне Иордана. Да, слово эспэд, это, знаете, оплакивание плач. И оплакивали там, и... Большим плачем... Оплакивание плачем... Облакивание плачем... И... Эвэль... Тяжелое. Тяжелое очень. И сделал отцу своему... Эвэль, это траур. Траур... Семь дней. Семь дней. Шиват ямим. Большое спасибо, все замечательно. Так, Юд Алиф, теперь... Вот так, Шуша. Бээвер, Йошэф, Аарец, Акнани, Эт, Хаэвэль, Бегрэн, Бегорэн, Атат, Ва, Емру, Эвэль, Кавэд, Зе, Эль Мицраэм, Альках, Кара, Шама. Абэль, 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 Мицраэм, Ашэр, Бээвер, А, Эрихон, Аярден. Так, хорошо. Вот тут одно слово вы неправильно почитали, но смысл только. Так, переводите. Так, вы увидели? Йошэф, это сидите. Вот кто сидит, поселенец. Поселенец в земле. Земли канадской. Да, то есть тот, кто, да, жители земли канадской. Так, они увидели траур. Да, Эвэль. На умне под названием Атад. Атад. И сказали, так, Эвэль кого? Эвэль Кавэд. Правильно сказать, траур. Кавэд это тяжелый. Тяжелый. Траур сильный. Это для Египта. Да. Потому как бы Кара, Жавел, назвали там. Имя его Шма, это от слова Шем. А, потому назвали его Шма. Траур. Да, это назвали. Да, это назвали. Какой? Эвэль Авэль Мицраин. Траур по-египетски, да. Траур по-египетски. Ашэр. Не знаю. Который, что ли? Да, который. Бээр, в другую сторону. От Ярдана. Ярдана. Ну, в другом берегу Ярдана. Да, 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 совершенно верно. То есть они дали вот это вот название, плач египетский, скорбь египетская, да, вот этому месту. Потому что там они видели скорбь со стороны египтян. Не только евреев, но мы видели, что и уважаемые люди Египта в этом тоже приняли участие. Был масштаб плачев. Да, да. Спасибо, Шуша. Все чудесно. Ют, Бет. Марина. Марина. И сделали сыновья ему так, как он заповедал им. Так, как он заповедал. Совершенно верно. Цивам заповедал, то есть повелел им. Да. Цива оттам. Да. Цива тот же корень, что в слове митцва заповедь. Спасибо. Спасибо, Марина. Чудесно. Ют, Гимел. Снова я, да? Да, да. Да, да. Ва ясу отто ванав арц... Извините. Ва ясу. Ваик беру отто бим арат сдеха махпела ашер кана Аврахам Эт хасаде ла ахузат кевер меет эфрона хити альпи мамре. Альпней, извините. Альпней мамре. Альпней мамре. Что-то я сбиваюсь. Ва ясу. Корень здесь наса нунсам нунсин алеф. Это значит буквально понесли. И понесли его, сыновья его, в землю Канаан. Арца – это как ла арец. И похоронили его в пещере на поле Махпела. Махпела. Ну, помним мы, конечно, всю эту историю, которую купил Авраам. То есть поле, пещеру, да. Поле для ахуза – это владение, да. Кевер – для того, чтобы использовать его для захоронения. У кого он его купил? От эфрона хитийца, да. Пред мамре, перед местом, которое называется Мамре, Дубраво, мамре. Названная по имени одного из друзей, товарища Авраама. Так, чудесно, Юд, Далет, просим снова Анну. Так, ва яшев Йосеф Митсраема, гу вээхав, вэхоль аолим, и то лекбор этавив, а харэй кавро этавив. И вернулся Йосеф в Египет, он и братья его, и все олим, восходившие с ним для похорон, на похороны отца его, после погребения отца его. Совершенно верно. Слово олим очень известное, да, очень на слуху Израиля. Олим – это новоприбывшие в Израиль. Даже не только из Египта, даже из других стран. Совершенно верно. Так, спасибо, Анна. Все замечательно. Так, Тимофей Тетвав. Тетвав. Ва ир у, ахе Йосеф, кимет авигем, ва имру лю. Ва имру? Ну, ист мену. Вот так. Ага. Ну, ист мену Йосеф, вэа шеф, яшиф, лану, Эт коль араа, ашер гамалейну ото. Гамалну. Вашем гамалну ото. Да. Ото. Здесь потребуется небольшое мое решательство. Совершенно верно. Тимофей, прошу вас. Да, пробуем. И увидели братья Йосефа, что умер отец их, и сказали. Вот это слово «ну» обычно означает «если бы». Но Раши отмечает, что вот единственный раз во всем писании это значение здесь другое. Да, что возможно такое произойдет, хотя это было бы нежелательно. А что именно? Ист мену, сатам, вот такой корень означает «возненавидит». Да. Ну, это нас. Возможно, возненавидит нас кто? Йосеф. Да. Бе-а-шев, я-шив – это двойное повторение корень. Лану, то есть буквально «возвратить на нам» что? Все то зло, которое гамалину ото. Гамалину ото, которое мы, да, 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 да. Которое мы причинили ему. Да. Слово гамаль, да, мы знаем. Ну, кроме того, что оно еще имеет значение верблюд, это означает еще и отплатить. Или отплатить добром, или отплатить, наоборот, злом. И есть благословение, кто вспомнит, связанное вот с этим корнем. Скажите мне. Гамель – какое-то слово это воздающий. Совершенно верно. «Хагомель» на «Хаябит». «Хагомель» стиха. Да, да, да. «Хагомель». «Беркат Хагомель». То есть благословение Всевышнему, который сделал добро, например, спас от какой-то опасности. Вот. Очевидно, город Гомель в Белоруссии назван по этому благословению. Кто-то из Гомеля родом есть? Нет? Да, «Мои предки». Замечательно. Вот. «Мои предки» из Витебска – это рядом, но Гомель там достаточно близко, и в Гомеле у меня были родственники. Да? Вот. «Беркат Агомель» – мы видим. Вполне это анастическое название. Так, хорошо. Спасибо. Так, «Тет Зайн» – это… Спасибо Тимофею. Теперь. «Ва е цаву эль Йосефа лэмор, а виха цивали фнеймо то лэмор». И вышел? Вышли? Цава, митсвам, да. Заповедовали. А, и заповедовали Йосефу так. Твой отец… Это братья ему так заповедовали? Да, да, да. Твой отец… Твой отец приказал перед его смертью так. Перед его смертью так, совершенно верно. «Ва е цаву». Значит, корень вот этого слова и вот этого слова и слова «митсвак» какой? Цади, вав и гей. Здесь мы видим, что вот это «вав» с точкой внутри – это огласовка, а это «вав» с точкой внутри – это огласовка. С дагешем. Я просто хочу обратить внимание. Как мы это видим? Есть правило, что каждая буква должна иметь одну огласовку. Должна. Не всегда это так. Вот буква «вав» имеет огласовку «патах», буква «юд» имеет огласовку «шевра», а у Цади какая огласовка? Стоящая внизу – «патах». Значит, это не может быть огласовкой, потому что огласовка у Цади уже есть. Значит, это буква. А раз она буква, она может иметь своё угласовку. У Пиэлева второй корневой должен быть дагеш как раз. Да, так оно и есть. Вот этот дагеш превращает букву «вав» в некое подобие огласовки «шурук». Но мы с вами разобрались, что это не так. Спасибо, спасибо. Всё правильно. Так, «юд» заин. Так, шоу, шоу, значит, расслабили? Шоу, шоу. Может быть, сложно. Ко, таму, демьце, гаана, са, эна, пэшам, хэйха, ва хататым, ки, раа, гмалуха. Малуха, да. Каждый раз вот так везёт, да. Так. Ко, там, робот, если у меня сомнения. Вот так скажите. Так сказали? Скажите. Да, это императив, да. Анна, пожалуйста. А вот теперь посмотрите, вот оно выражение. Са, пэша. Встречается у нас в молитвах, да. То есть буквально «понести грех», то есть имеется в виду «прости при грехе». И здесь вот, как видим. Так, братьев твоих, да? Да. Грешение братьев твоих. И согрешили. И их грех. Их грех. Их грех. Так, ну, потому что так, как ра, как-то… Ра плох, да. Но… Вот это вот от слова «причинить», да, было какое-то у нас? Гемалуха, да. Да, причинили тебе, да. Причинили тебе. Что они сделали тебе зло, да. То есть потому что они сделали тебе зло, хотя они сделали тебе зло, прости их, да. Да, прости их. Ибо согрешили они пред тобой. Типа такого. Да, именно так, да. Так, а теперь, да, что такое сана, вот это. Да, буквально понеси, пожалуйста, ла фешер. Пожалуйста. То есть прости их грех при грешении снова. Грех. Так, рабов твоих. Да. Авдей, да, рабов Бога Отца твоего. Рабов Отца твоего. Так, и плакал, опять же. Совершенно верно. И Ессеев. Так. Бедабрам. Бедабрам. Когда говорили к нему. К нему, да. С ключами их. Когда говорили о нем, бедабрам, да, мы переводим «дея причастием». Да. Ну, во время как бы. Это, да, это при говорении буквально, а вот этот дополнительный суффикс показывает, кто говорил. Говорили о нем, да. Спасибо, Шуша, вы замечательно справляетесь. А скажите, пожалуйста, а она – это тут что значит? Она – это так же, как на, пожалуйста. Вот это и вот это. Выражение просьбы. Как вас сами? Я где-то слышала, что Асана – это тоже что-то такое образованное. Это просьба. Да, совершенно. О, Ша. Да. Спасибо же. Вот-вот. Ага, спасибо. Это все отсюда. Это все отсюда. Ага. Так. Ютхэт. Просим, кто? Марину. Марина. Ваилху кам эхав, ваеплу лефанав, ваемру. И гнену леха лавадим. Да, верно. И пошли братья его, и впали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы. Вот мы тебе рабы, да. Мы рабы твои, да. Совершенно верно, да. То есть мы готовы подчиниться тебе. Спасибо, Марина, все правильно. Теперь ютэт, очевидно, я. И сказал им Йосеф, не бойтесь, здесь корень нир, а, юб, рэйш, али. Потому что разве вместо Всевышнего я, вот это ага, вот с такой огласовкой, хатавпатах, это означает разве, разве, вопрос. Разве слово тахат означает еще и вместо. Разве вместо Бога я для вас? Так, просим теперь, Каф, Анна, прошу вас. Так, Каф. Совершенно верно. Вот тут слово хашав, хашав, так, подождите-ка, ну, вы, хашавте, малая раз, вы сделали мне зло, ну, правда, хашав это подумали, замыслили, задумали на меня зло, но Всевышний, вот этот хашава, латува, ну, видимо, обратил его к добру. Да, передумал. Передумал, перемыслил, перемыслил его, перемыслил его к добру, чтобы сделать сейчас, как сегодня, ну, как бы, чтобы сделать то, что есть сейчас, вот так бы лучше сказать. Да, замечательно. И чтобы для того, чтобы жил, чтобы дать жизни большому народу, народу большому, великому народу. Да, 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 чудесно, чудесно, да. Вот это вот асо, это как ла асо, да, сокращенная форма. Да, спасибо, спасибо. Так вот кому-то, кто-то, у кого-то микрофон включен, вот если бы, если человек не хочет говорить, то, может быть, выключите его. Или хочет сказать, пускай включит. Если есть желание что-то сказать, пожалуйста, мы готовы выслушать вопросы, а может быть, даже ответить. Так. Хорошо, Тимофей Кафалев. Да. Кафалев. Пожалуйста. Перевозим. Прыгнула, да? И теперь не бойтесь. Я... Ахалькель – это калькаля, наверное. Калкала – это экономика снабжения. Да, от слова коль. От слова коль, да. Снабжение снабжать. Да, я буду снабжать вас и ваших младенцев. Да. Ну, не младенцев, а детей. Да, 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 да. Ва-и-на-хэм. Ва-и-на-хэм утешил. Да. И утешил их, и говорил к сердцу их. Ва-и-на-хэм. 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 Да, 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 да. Совершенно верно. Я сейчас вот подумал, действительно ли это утешение, а может быть, это лаганмиях. Нет, пожалуй, это утешение, да. Скорее всего, так. Да, спасибо, Тимофей. Это просто вот мне мысль в голову пришла, что два слова могут быть похожи. Так. Спасибо. Так, Кавбет. Ва-и-на-хэм. Дома его братьев, ой, его отца. И дом отца его, да, имеется в виду, вся семья. Ва-и-на-хэм. И был Йосеф. И жил хи, ва-и-хи. А, и жил. И жил Йосеф ва-и-хи. А почему ю там? Ва-и-хи как ва-и-на-хэм. Перевернутое, перемернутое. А, это Ваик Толь, поняла. Сто, сто двенадцать лет? Сто десять, сто десять. Эссер, а это Шанин. А, Шанин, а сто десять лет, да. Сто десять, сто десять лет, да. Менее всех братьев. Да, вам есть интересный комментарий, за что он был наказан всевышним. Так, на всякий случай я замечу. Я не ставлю себе целью прочитать комментарии, разобрать текст, обдумать его. Нет, только чтение и понимание. Как вот если бы перевода не было, и мы должны были сами все понимать. А уже как перевести литературно, или как это сочетается, или как это понять. Как выводятся отсюда комментарии. Почему, ну вот иногда я обращаю внимание, да, почему здесь использован такой оборот, такое слово, а не какое-то другое. Но чаще всего мы ограничиваемся только чтением и буквальным, именно буквальным переводом. Да, это я вот говорю для тех, кто к нам присоединяется. И, надеюсь, будет с нами и далее. Спасибо. Кав Гимел. Так, кто Шушу? Да, Людмила была, значит Шушу теперь. Да, значит Шушу. Прекрасно. Сверей, Юсеф Леофраим, бней шлаши. Гам бней, макир, бен, макир, бен, манаши, и альду, аль, браки, биркей, Юсеф. Итак, где-то у нас, и увидел, или что? Да. Юсеф. Так, ну как это, в Эфраиму? У Эфраима буквально, у Эфраима. У Эфраима, так, бней шлашим. В смысле, как 30 сыновей? Ши-лей-шим, ши-лей-шим, это третье поколение. Так, а бней шлашим? Мы встречаем это ши-лей-шим и ры-бе-им, например, во втором речении, здесь речении, да? То есть, третье поколение, да? Третье поколение, а также... Сыновья Махира, это имя личное, да? Махира, сына Миноше, так что они... Юг-луду были рождены. Были рождены в... Так, биркей. Вально, на колени Йосефа, да? То есть, он присутствовал при этом, да? Да, слушаю, прекрасно. Вам досталась короткая фраза, но достаточно сложная. Да, любит вас текст, любит. Взаимно. Замечательно. Марина, очевидно, да? Да. Да, совершенно верно. Взаимно этих слов, да, я маленькую заменку сделаю, да? Да. Да, и сказал... Переводите. А, все. И сказал Йосеф братьям своим. Я умираю. Умираю, да. Это форма настоящего времени, а в прошедшем времени точно так же будет. Да? И всевышний. Вот как это перевести? Давайте посмотрим на готовый перевод. Вспомнит или исполнит, да? Слово покид. Кида. Покед – это задействовать, да? Что еще? Вложить деньги на счет, например. Вкид – это есть какое-то слово? Или у меня глек? Ну, чиновник, чиновник, пакет. А, это клерк. Покед – это чиновник. Клерк, да, клерк чиновник. Покед – это пакет, да. И вспомнит о вас. И выведет вас с этой страны. В страну, которую клялся Аврааму, Ицхаку, Якову. Совершенно верно. Вот эта вот формула по код и в код. Мы встретим ее еще вот здесь. И еще она встречается в главе Шемот, да? В главе Шемот или в следующей. Во всяком случае, довольно скоро, да? Это как бы пароль и ответ, да? Это некая фраза, которую ожидали услышать. Ну, посмотрите в комментариях. Да, прошу вас. Да, спасибо, спасибо. Это Марина, значит, следующее мое. И заклял, взял клятву Иосиф. Иосиф, братьев, сынов Израиля, говорят. Воспомнит или исполнит Всевышний что-то там такое для вас. И поднимите, от смотай кости мои, отсюда. Обратите внимание, что Иосиф, предпочитая, избегает даже называть Митсраем словом Митсраем. Он говорит отсюда. Так, спасибо. И вот Анне достается последняя фраза. Так, вот по код и в код, это когда Маше пришел к египтик-израильтянам, он сказал им эти слова, и они поняли, что вот есть тот человек, который сейчас нам помог, нас всех отсюда и выведет. Вот, как-то так. Да, как бы это код некоторый. Да, пароль. Точно, пароль. Иосиф, будучи 110 лет, набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Ну, как я помню, его опустили, по-моему, в реку, в Нил. Это уже позже было по повелению фараона, да, потому что он знал, что без костей Иосифа не выйдут евреи оттуда и не хотел им это отдавать. Но это ему не помогло. Интересный есть метраж по поводу того, как евреи получили этот вот так называемый Арон, ковчег. Хазак, хазак, веби, азэк. С Божьей помощью через неделю мы начинаем. Скажите, пожалуйста, вот в последнем стихе, первом слове, какое ударение? Вот как ва-йомор, а тут… Ага, ва-я, а, вот это, ва-ям, ва-а. Смотрите, значит, сегодня я проводил урок в синагоге, правда, по главе шмот. И вот аналогичные слова, правда, я читал текст по книге, и там были расставлены знаки контиляции. Знаки контиляции, основное их значение – интонация, но, кроме того, они проставлены там, где стоит ударение. Если вот здесь под юдом, под слогом «я» стоит некий знак контиляции, а мы можем открыть текст, где они проставлены, здесь просто их нет, то тогда получается, что это ударный слог, а вот это слог безударный, безударный слог, закрытый, закрытый, а он именно закрытый, да, он не может включать в себя долгую огласовку. Поэтому в таком случае вот этот камаз, это получается камаз-кацар. То есть «о», тогда будет читаться ва-ямор, ва-ямор. Чему-то такого хочется. Надо посмотреть, стоит ли здесь знак контиляции, да. Или это может быть ва-ямор, или ва-ямор. А какое у нас это, вот я как раз открыла, это где найти? Это самая последняя фраза книги «Брищит». Посмотрите, если у вас есть на ходу. Ну, стоит там что-то, да, какой-то такой значок. Значок типа меньше или больше, да? Значок снизу вверх и влево. Ага. Да, вот если он стоит здесь, тогда ва-ямор. Да. Ва-ямор, да, ва-ямор. Получается так, да. Но кто действительно должен обращать на это внимание, это чтец Торы. Вот мы сегодня это читали, и Раф, который присутствовал, да, обратил наше внимание в двух местах. Ну, а это уже в следующей главе, в главе Шемот, ну, в самом первом параграфе. Так, уважаемые дамы и господа, мы немножко раньше сегодня закончим, с вашего позволения. Вот, я чуть-чуть отдохну, потому что все-таки еще не совсем у меня голос в порядке. Вот, но обычно наше занятие длится 60 минут. Если параграф у нас чуть короче, чем обычно, я добавляю что-то, допустим, даже из седура, из молитв, а может быть даже из каких-то там песенок. И, естественно, да, ко мне можно обратиться, например, через группу в Телеграм. Я стараюсь рассматривать ваши пожелания, ваши просьбы, и стараюсь по мере возможности на них отвечать. Мы снова приветствуем, еще раз приветствуем присоединившихся к нам. И надеюсь, я надеюсь, что занятие было для них полезным. Если есть желание выразить мнение, да, и пожелания, мы к вашим услугам, пока связь, значит, не отключена. Да, и вопросы, пожалуйста, если есть вопросы по пройденному тексту, по пройденному материалу. Милости просим. Спасибо, Шаву Атов. Спасибо. Шаву Атов. Спасибо большое. Спасибо, Рафель, я первый раз на ваших занятиях, мы из Москвы, я надеюсь, что кто-то от нашего клуба присоединился. На самом деле, считаю, что это огромное дополнение для тех, кто занимается просто и в ритм, и кто соблюдающий. Это просто удивительно, можно действительно попрактиковать, вы тут даете даже правила. В общем, большое спасибо, замечательно. Это говорила Шуламид, насколько я понимаю, да, верно? Это говорила Александра, насколько я понимаю. Да, Шуламид, да, она же Шуламид, да. Она ведь очень большую работу в Москве, и я надеюсь, что Шуламид у нас еще появится и, может быть, даже скажет несколько слов о том, что делается у нее в компании, да? Вот я очень теперь буду рассказывать о вашем курсе, я даже очень рада, что у вас уже так все на таких уверенных колесах, так скажем, уже такая компания, которую друг друга знают. Это очень здорово, приятно, и что особенно вы транслируетесь из Иерусалима, из Абитала на Земле. Это всегда такой какой-то окрас, дает очень приятный, просто благословение такого браха. Ура, ура, ура. Прекрасно. Так, и еще одно большое спасибо Натану, нашему организатору и идейному вдохновителю. Да? Большое спасибо. Без него ничего бы не имелось. Все, и... Вдохновитель, окей. Бегетик прогресса. Хорошо? Всем приветствуем всех, кто к нам присоединился замечательно, распространяйте дальше наши занятия, будем с радостью всех принимать и заниматься. Благородное дело, прошедшего. Хорошо. Окей, всем счастливо, до свидания. Всем счастливо, до новых встреч, надеюсь, через... Пока-пока. А, сейчас выключу запись. Пока, счастливо, дорогой, спасибо.